Это приблизительно 3, 7, 3, 2 Потом мы сведем это в квадрат Можем на калькуляторе делать средства Получим 13, 9, 2, 8, 2 А возведем в куб Получим 51, 98, 8 Ну вы видите, что уже намечается некая закономерность Ну и если там возвести в какую-нибудь шестую, например, степень То это уже будет ясно видно, что тут вполне определенная закономерность А, тут получится 27001 И будет 9, 9, 9, 6 Ну то есть видно, что действительно тут есть какая-то закономерность И становятся числа Числа все время включаются в целую часть, во-первых, не черная, как видно Но что самое интересное Становится все больше 9 9, 9, 9, 9, 9, 9 Ну на этом, собственно говоря, эксперименты с калькулятором можно закончить Потому что наш калькулятор уже не поможет Объяснить эту закономерность С помощью калькулятора, конечно, непонятно как Вот, чтобы объяснить эту закономерность Надо взять числа 2 минус И его степень И его степень Степень этого числа И это получается числа 0 2 6 7 9 Если это взять в квадрате Это получается 0 0 0 718 Если взять шестую степень Получается приблизительно 0 0 0 0 0 4 Да, но с этими числами закономерность как раз уже вполне понятная Это число меньше единицы Поэтому Положительное число меньше единицы Поэтому Положительное число меньше единицы Если мы будем его взводить в степень Конечно, все будет уменьшаться Собственно говоря, вот это уже почти объяснение Надо только его сейчас как-то подробней обосновать Дело в том, что Целое четное число Целое четное число Но и сумма каждых вот таких вот двух чисел Это тоже целое четное число Но я сначала дам такое объяснение Немножко Сказать Скороговоркой Потому что я хочу эту тему Немножко подробнее обсудить Такое объяснение Скороговоркой Это Вот Какое Два плюс Колин из трех в этой степени И два минус колин из трех в этой степени Они получаются так Это Два в этой степени Ну, после раскрытия сколок Два в этой степени Два в этой степени Плюс Какое-то число Умножить А здесь оно будет минус Потом будет Ну, это для тех, кто знает Беном Ньютона Ну, тут вот С помощью беном Ньютона Получается, что тут Будут Плюс-минус Здесь Плюс-плюс И так далее То есть при складывании Получится Целое четное число Но это Объяснение Сторожно Потому что я сейчас хочу Это объяснить по-другому Просто это То объяснение, которое я сейчас хочу дать Оно несколько более длинное Но зато дает разуме Полезные вещи То есть на это объяснение Можно, в общем-то, не обращать внимание А объяснить этот факт я хочу С помощью вот такого утверждения Что если у нас есть число А плюс б Получается Рациональное То представление в таком виде единственном. То есть если у нас есть число А, Б, А, Б в поле из 3, и оно равно А1, то есть Б1 в поле из 3, где все числа А, Б, А1, Б1 – рациональны. Тогда А равно А1 и Б равно Б1. То есть если у нас есть число такого вида, то числа А и Б определенно однозначны. Но это понятно, потому что если мы принесем А сюда, А, Б сюда, мы получим А1 минус корень из 3. Но если бы эти числа не совпадали, тогда мы бы получили представление числа корень из 3 в виде отношения рациональных чисел, но это невозможно. То есть вот в таком вот виде, если число представляется в таком виде, тогда оно представляется единственным образом. А это значит, что для него можно осмотреть такое число А-Б поднести. И вот, ну, такие числа, а такие пары чисел часто называют сопряженными. Это немножко, ну, это не то, что комплексно сопряженные числа, но на самом деле эта конструкция очень близко, очень похожая, поэтому все же твы на одинаковые. То есть это не комплексно сопряженные числа, это все числа вещественные здесь, но ситуация во многом тут похожая, поэтому называется одинаковым. И про сопряженные числа можно доказать довольно просто, что ну, если мы возьмем произведение двух чисел такого вида, то мы получим АС плюс 3ВД и плюс корень из трех умножить АД плюс ВС. Ну и ясно, что если мы возьмем сопряженные числа, то мы получим сопряженное число, то есть мы получим АС плюс 3ВД минус корень из трех вот этого выражения. Ну вот из этого свойства сопряженных чисел, то есть что когда мы перемножаем, то то есть если мы возьмем пару сопряженных чисел и их перемножим, то мы получим сопряженные числа. и если мы получим тоже одноtak, то у нас например через ну вот это у нас сразу же вытекает, что если мы возьмем А FLF 2 sabes что если мы возьмём А пуillate Ну, это вот, собственно говоря, то, что я пытался объяснять с помощью геномого бетона, теперь это я объясню более подробно, ну и заодно выясним некоторые полезные свойства сопряжённых чисел, которыми я сейчас хочу воспользоваться. Я хочу воспользоваться для решения разных других задач. Дело в том, что использование сопряжённых чисел, оно бывает полезно при решении некоторых задач. Ну и вот одна задача такого типа. Можно ли подобрать рациональные числа А, В, С и Д? Да, ну я ещё, конечно, хочу сказать, что вот такие вот сопряжённые числа, конечно, не только для квадратных трёх можно рассматривать, но и для других. Ну, только если, конечно, получаются эти рациональные. Ну, вот такая задача. Можно ли подобрать целые числа А, В, С и Д так, чтобы А плюс В корень из двух в квадрате плюс С плюс Д корень из двух в квадрате было равно 5 плюс 4 корень из двух. А, В, С и Д так, чтобы А, В, С и Д так. Ну, раз уж я говорил про то, что надо использовать сопряжённые числа, давайте их использовать. Предположим, что такое равенство выполняется. Давайте рассмотрим такой же пирожил. Ну, на самом деле, тут даже не надо, вот, так говоря, того, что тут делалось. В общем-то, понятно, что если мы просто запишем квадрат суммы, квадрат разности, то понятно, что... Ну, здесь получится сопряжённое число, здесь получится сопряжённое число, и в результате должно получиться, естественно, сопряжённое число. Что-то нам даёт, даёт ли нам это что-нибудь? Да, даёт. Число меньше нуля, а это число больше нуля. Ну, больше будет равно. То есть вот сопряжённые... Если мы рассматриваем сопряжённые числа, то сразу получаем ответ. А так, в общем-то, если мы просто будем смотреть, может ли такое разница выполняться, в общем-то, как-то не очень понятно, может ли не может. А сопряжённые числа, они даёт опять сразу. Ну, давайте я ещё один... Нет, ну не один, а, наверное, парочку. Ну, давайте ещё уравнение. Спасибо. Спасибо. Существуют ли такие целые ЛМР? Что выполняется такое вот равенство. Ну, опять же, идея та же самая. Если бы такое равенство выполнялось, то оно бы выполнялось и без сопряжённых числа. То есть выполнялось бы равенство... А тут уже миллион способов идти в противоречие. Но, может быть, мы найдём, по крайней мере, в два есть. Один способ такой. Давайте перемножим. Если перемножим, получится 25-9 на 2. А здесь 9-25, умножим на 2, минус 41. Так, и получается, что 7 венте равно минус 41 венте. Ну, понятно, что такого быть не может. А второй способ совсем другой. Второй способ совсем другой. Можно непосредственно вот из этого равенства получить противоречие, просмотревав абсолютные величины вот этих чисел. Здесь мы получаем число меньше единицы. А здесь получаем число больше единиц. Ну, по абсолютной величине. Ну, и последнее, что я на эту тему хочу рассказать, это на самом деле целая такая большая наука. Я расскажу только её маленький кусочек. Давайте возьмём такое вот уравнение. x2 минус 2x2 равно 1. Это уравнение часто называют уравнением Фельда. Ну, вообще-то сама история этого названия довольно интересная, потому что многие считают, что это неправильное название, кои-то считают, что это правильное название. Дело в том, что вообще-то у Фельда и его работа в этом уравнении не рассматривалась. Вообще-то его рассматривал Фельд Херман, известный, а Фельд его не рассматривал. Название такое появилось из-за того, что его так назвал Эйлер. Ну, вот есть мнение, что Эйлер назвал её просто по ошибке, потому что, ну, у него могли быть контакты с Фельдем или без Фельдем. Это уравнение то, что Фельдем знал, и знал его работы, и Эйлер мог знать, что Фельд занимался этим уравнением. Ну, в общем, это уравнение называют так, потому что я его так назвал Эйлер. А правильно или неправильно он его назвал Эйлер? Это другой вопрос. И чем интересно это уравнение? Это уравнение интересно тем, что у него есть бесконечно много решений целых чисел. И вот это как раз очень легко понять с помощью сопряжённых чисел. Ну, давайте предположим, что ХН в квадрате минус 2ХН в квадрате равна единица. То есть ХН и ГН – это какое-то решение. Ну, какое-то решение на самом деле есть тут. Например, мы можем взять Х1 равно 3, И1 равно 2. Ну, собственно говоря, давайте это и возьмём. Х1 равно 3, И1 равно 2. Давайте рассмотрим сопряжённые числа. Соответствующие 3 плюс 2 в квадрате и 3 минус 2 в квадрате. Давайте рассмотрим квадрате. Давайте рассмотрим квадрате. Если мы его рассмотрим в квадрате, то получаем 9 плюс 8. 9 плюс 8, ещё плюс 6, 12 в квадрате и 2. То есть мы получаем 17 плюс 12 в квадрате и 2. Но если мы здесь проделаем то же самое, естественно, мы получим сопряжённое число. 17 минус 12 в квадрате и 2. умножить на 3-1, равное 1 3-2, равное 1 ну, потому, что это как раз получается 3 в квадрате-2 в квадрате-2 в квадрате-2 но если это равно 1, то после возведения в квадрат тоже будет 1 а это значит, что 17 в квадрате минус 2 умножить по 12 в квадрате равно 1 то есть мы взяли вот это одно решение 3, 2 и получили из него еще одно решение 17, 12 но то же самое можно проделать, если мы рассветем в квадратную степень то есть в результате мы находим целую серию таких решений и что здесь интересно, это то, что это действительно все решения и это можно проверить опять же с помощью спряженных чисел но я уже не буду проверять но факт такой, что это все решения, которые действуют все решения в целом числе если рассматривать не такое уравнение, а уравнение x в квадрате минус d и x в квадрате сравним с x где d не является полным квадратным, то тут на самом деле уже целая большая теория все же не так просто конечно часть этой теории маленькую я рассказал но вообще-то тут уже начинаются разные интересные вещи с такими словами что в общем то я хочу говорить